У меня тут очень много всего. Самая моя главная покупка – это шуба. Я её очень давно хотела. Это Елена. За границу ездит как в набег. Всё из машины за один раз даже не унести. Ой, для меня шоппинг – это моё самое любимое занятие. Для меня шоппинг – это снятие стресса. На шоппинг я могу ходить каждый день. От шоппинга я не устаю. Для меня это самое лучшее занятие. Ну, это же очень дорогое удовольствие. Ну, да, дорогое удовольствие. С Новым годом и с новыми реалиями поздравляют состоятельных россиян отечественные таможенники. В наступившем 2018-м вся информация о дорогих покупках наших сограждан за границей уже не является тайной для строгого инспектора. Как сообщают целый ряд изданий, если раньше, сорвав бирку с дорогих часов или ценник с шубы, гражданин мог утверждать, что вещь не новая, то теперь все подвиги отдыхающего за границей в интересующей её части таможне видят как на ладони. Елена утверждает, что трудится ресторатором, и всё, что нажито трудом в меру непосильным, готова спустить особенно в пору скидок. Но вот с новыми порядками, как быть? Если вы когда-нибудь видели лист декларации, то там буквально 10 всего полосочек. Если вносить всё, сапоги, дублёнку, шубу, то это получается намного больше, чем на 10 тысяч, даже если ничего не покупать вообще. И как быть? Вот как быть, я не знаю. Может быть, платить налоги? Ну, может быть. Только за этот январь неприятности для возвращающихся с отдыха исчисляются суммой, превысившей 200 миллионов рублей. Столько задержано незадекларированных товаров. Чем дороже покупка, тем больше интерес к обладателю чека. Вот и шуба Елены дешевеет на глазах. Примерно 15 тысяч евро. Давайте скажем пополам. Ну, например, там 9,5. Информацию таможенники получили возможность черпать из системы Tax Free. Предоставляют её сами счастливые приобретатели. Обращаясь за возвратом НДС, скажем, со 100 тысяч евро покупок, можно вернуть от 10 до 20 тысяч. Сумма приличная даже для летающих частными самолетами. Кроме Tax Free, таможня, как сообщается, пользуется информацией от зарубежных правоохранительных органов. О том, что работники иностранной таможни, делая отметку на чеке для возврата, вполне могли его копию направлять своим российским коллегам, было известно и раньше. Особенно если счастливчики покупали или очень много, или слишком по-хамски себя проявляли. Таких по прилёте, например, частного самолёта в аэропорту уже ждали. И уже знали, что искать. Скандалы получались громкими, но тогда проверки были выборочными. А сейчас, например, эту сумочку ценой во вполне достойный автомобиль другой героине, но тоже Елене, пришлось задекларировать. А вот попутчика задержали. Мужчина привёз часы, причём они были надеты на нём. И, не знаю, я просто ведь не таможенник, я бы никогда не заметила. Ну, часы, часы, ну, мужчина и мужчина. Но оказалось, там какой-то спецзаказ, они стоили больше полумиллиона евро. В аэропортах активно призывают внимательнее относиться ко всему, что связано с декларированием. И, возможно, это шанс, наконец, изобрести лекарство для шопоголиков. Может быть, наверное, во время распродаж это даже и хорошо.